всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и сегодня в догонку к выходящему лету я решила вам рассказать о вот такой футболке которую я вязала из пряжи alize bella ombre batik это от нее этикетка то есть это пряжа с переходом цвета вот такой большой моток в составе этой пряжи идет стопроцентный хлопок и получается изделие полотно такой очень и очень приятное к телу и посмотрите какой градиент то есть главное о чем я хочу сегодня вам рассказать это то как связать вот такое изделие с переходом цвета без каких-либо ступенек до плавный переход по всему изделию в этой футболке использован один единственный моток сразу хочу оговориться этого мотка точно хватит на размер до 48 но может быть натяжкой до 50 если у вас невысокий рост а до 48 вы легко получите такую вот футболку и градиент у вас не будет потерян вяжется такая футболка сверху вниз вначале идет круглая кокетка из резинки далее по линиям реглана делаются несколько прибавок и мы переходим вот в такой прямой силуэт то есть перед и спинка без каких-либо прибавок просто прямые такой оля хейвард наверное можно сказать да но здесь уже зависит от того какую свободу облегания вы заложите если вы подписаны на instagram факультет рукоделия то вы уже видели эту футболку потому что я там ее снимала и фотографии выкладывала и снимала stories пока ее вязала несколько раз и я уверена вы уже обратили на нее внимание и скорее всего так скажем положили свой глаз на нее а для тех кто еще не подписан на мой инстаграм я могу сказать только одно переходите по ссылке под этим видео подписывайтесь на мой инстаграм и тогда вы будете видеть все новости так скажем прям из печки не дожидаясь того момента когда я соберусь все таки сделать видео на youtube а сейчас мы с вами перейдем на стол я покажу поближе как какой получилось полотно расскажу буквально в двух словах как вяжется это изделие чтобы сохранить именно вот этот переход цвета а для тех кто никогда не вязал плечевые изделия переживает за то что у него не получится что там придется очень много считать я вам расскажу о файле с расчетами которые я создала для того чтобы вам не пришлось ничего считать вам просто надо будет взять сантиметр измерить свои параметры внести их в таблицу и вы получите полный расчет на это изделие может быть на какое-то другое потому что по моему расчету вы сможете связать и свитер и футболку пряжа может быть любой хоть хлопок хоть шерсть возьмете этот файл и свяжите изделие я вам гарантирую у вас точно все получится все пошлите на стол и так мы с вами перешли на стол вот так выглядит полотно из пряжи ализе было амбре боти как я уже сказала это стопроцентный хлопок и в одной бобине или в одном маке 250 грамм и 900 метров и сейчас у меня в работе похожая пряжа с переходом цвета только это у нас ализе диво амбре ботик да вы видите в середине ниточка более светлая а по краям она уже очень такая яркая и насыщенная и такое же точное изделие я из нее сейчас вяжу вот у меня уже закончена кокетка из резинок и дальше идут прибавки по линиям реглана все вот эти вот при бабочки сколько набрать петель сколько сделать прибавок здесь по резинкам делаются прибавки далее прибавки по линиям реглана все это рассчитывает тот файл который я для вас подготовил и конечно же пряжа это отличается здесь стопроцентная микрофибра акрил имейте это в виду здесь также 250 грамм и 875 метров то есть ниточка чуть чуть короче чем ализе было амбре ботик если хлопковая нить имеет мягкую скрутку то и полотно из нее получается вот такое гладкое и красивое то вторая пряжа которая у нас диво амбре ботик скрутка более тугая и сама по себе ниточка видите как будто такая закрученная в спиральки вот она вот прям неровная такая и полотно из нее тоже получается такое оригинально неровная то есть это в принципе находка для тех кто еще не совладает с петельками и у кого петельки могут скакать да то побольше то поменьше такая пряжа вам позволит скрыть этот эффект и несмотря на то что это стопроцентная синтетика полотно в принципе очень приятно к телу я думаю что изделие получится также оригинальная и красиво и будет носиться и так как сохранить градиент для начала набираем петли для горловины сколько набрать петель по вашим расчетам вы увидите в файлике посмотрите горловина очень хорошо сидит на шее она достаточно плотно прилегает ничего нигде не стягивает и при этом очень хорошо тянется посмотрите то есть проблем с пролезанием головы точно не возникнет у вас вот здесь вот так все аккуратненько а на самом деле посмотрите как она тянется видите дальше мы вяжем с вами 4 ряда резинок между ними делаем прибавки сколько сделать прибавок будет указано в файле по вашим расчетам то есть мы с вами вяжем все по кругу у нас идет одна ниточка нигде она не прерывается дальше мы заканчиваем наши резинки начинаем делать прибавки по линиям реглана точно так же все будет рассчитано в файле и здесь мы продолжаем вязать по кругу опять же ниточка у нас не прерывается для того чтобы у нас изделие сидело хорошо нам нужно вывязать росток что такое росток это разница между передней частью и задней вот это называется росток традиционно росток вывязывается в самом начале вяжутся поворотные ряды по спинке для того чтобы увеличить вот это расстояние приподнять спинку но здесь у нас видите и передняя часть и задняя одинакового размера то есть росток мы вывязывать здесь не будем и не будем делать никаких расчетов для ростка росток вяжется вот здесь после того как мы разделим количество петель на рукава на перед на спинку как у меня вот в этом изделии вот видите уже стоят маркеры я все петельки посчитала и разделила на перед спинку и рукава вот сейчас я как раз начну вывязывать росток дальше значит мы вывязываем росток по спинке то есть приподнимаем эту тему часть за счет того что спинка у нас будет подлиннее вот здесь получится вот эта разница и так мы вывязали росток и для того чтобы нам не потерять переход цвета я сначала связала рукава рукава здесь не длинные поэтому всего вот такой примерно кусочек здесь провязан далее значит я оторвала нить перешла на второй рукавчик связала здесь тоже небольшой кусочек затем ниточку взяла с краю то есть изначально я вязала из середины клубка на рукава я взяла ниточку снаружи так скажем вот эту яркую часть и связала на рукавах резинку все рукава у меня были закончены ниточка значит здесь отрывается дальше мы соединяем все петельки в круг и вяжем полотно тушки до того момента пока нас не устроит длина изделия либо не закончится ниточка ну конечно же предварительно надо будет связать еще резинку таким вот образом мы сохранили градиент для такой футболки выглядит она идеально носить ее приятно и я вас уверяю вы сможете связать себе такую футболку а сейчас я вам быстренько покажу файл и расскажу как здесь все считается смотрите файл состоит из трех разделов первый раздел это ваши данные я рассказываю в видео в отдельном как это все сюда занести в эту таблицу вот у нас первый раздел для начала мы вносим плотность вязания ряды и петли петли и ряды и свои параметры обхват груди обхват руки обхват шеи обхват головы и так далее то есть мы полностью измеряем все что нужно и заносим вот в эту табличку далее у нас идет файл с расчетами это уже файл описание вы видите здесь красные цифры стоят если мы забиваем вот сюда наши данные вот эти все ячейки заполняются вашими цифрами и вы просто следуете пунктом набираем на спицы столько-то петель провязываем соединяем в круг вяжем резинку один на один столько-то рядов здесь же вы найдете через сколько рядов сколько сделать прибавок и так далее сколько у вас должно петель быть на спицах как делаются прибавки вот здесь вот есть видео и также по всему файлу посмотрите есть несколько таких кнопок где показаны сложные моменты сколько рядов провязать азиатский росток сколько у вас должно быть петель на спинку и перед на рукава сколько у вас нужно набрать петель для подрезов и так далее как распределить эти петли я показываю видео и все вот в таком порядке это у нас второй раздел то есть вот в этом разделе забиты везде формулы которые вам рассчитают все от начала до конца вы распечатаете этот листочек у вас будет буквально страничка или полторы вы будете смотреть на эти пункты выполнять то что здесь написано и получите свое готовое изделие в результате есть еще третий раздел в котором буквально расписаны эти формулы но это уже для тех кто разбирается кто понимает в вязании и в расчетах кто хотел бы изменить данные параметры более кардинально можно вот здесь посмотреть какие у меня установлены формулы и поиграться с ними чтобы что-то для себя применить вот для тех кто не понимает в этот раздел даже не надо заглядывать его не надо распечатывать он просто здесь для того чтобы вы могли увидеть откуда какие цифры берутся так же здесь есть отдельное видео как пользоваться этим файлом где я все объясняю буквально по пунктам я отдавала этот файл тестовой группе девочки протестировали у всех все получилось все довольны можете почитать отзывы в инстаграме и так для тех кто хотел бы получить такой файл с расчетами я внизу для вас оставлю ссылку на свой сайт переходите приобретайте и помните о том что по этому файлу вы можете связать не только летнюю футболку но и свитер с длинным рукавом теплый из пряжи то есть мы здесь обращаем внимание на то чтобы пряжа красиво смотрелось в резинке и у вас будет теплое изделие надеюсь я вас заинтересовала также вам было полезно узнать как сохранить градиент в таком изделии переходите по ссылке жду вас на сайте если я была вам полезна ставьте лайки пишите комментарии задавайте вопросы делитесь этим видео также жду вас на своей страничке в instagram до скорой встречи с вами была юлия и мой факультет рукоделия всем пока пока и